Когда мы выходим сюда, вот этот вот крови, то, что у нас сидит, мы остаёмся как бы вне стаи. Вот это одиночество. Правильно древний говорит, что страх публичного выступления второй после смерти. Страха. Что здесь делать надо? Я вышел, стая там. Я один. Мне, например, помогает такая штука. Я говорю, стоп. Разве я один? У меня есть жена. У меня есть дочь. У меня есть друзья. Как же я один? И эта вот установка психологическая, она, как ни странно, работает. Только надо очень серьёзно в это войти. Понять, откуда берётся этот страх. И этой установкой убить её, этот страх себе. Мы будем разговаривать отдельно о страхе. Но это вот один из таких, одна из таких фишечек, которая работает. Из психологических. Там три их у нас. Физическое, дыхательное и психологическое. Из психологических родная. Помогает. Ты сейчас вышла. И прям видно, что выгнали из стаи. Выгнали из стаи. Вот она, стаи. Вот она. Нет, никуда тебе не выгнали. У тебя есть даже вот эти... А у тебя есть, помимо этого, люди, которые тебя любят. Есть близкие. Ты не одна, так скажи себе это. Тренируйте. Выходите, когда вот этот момент, тренируйте. Тоже тренируйте. Что бы я сказал? Мне понравился голос. Приятный очень голос. У женщин вообще проблемы с голосом. Говорят на двух-трёх ногах. Здесь есть какое-то такое движение. Структурировано, положилось в минуту. Что бы я добавил? Добавил бы контакт глазами. Абсолютно верно. Потому что ушёл он. Как только он уходит, уходит мысль. К сожалению. А тебе кажется, что она не уходит. Она уходит. Перестаёт тебя слушать просто. Добавил бы я обязательно жесты. Ты вот правильно сказала. Аня, она чувствует это. И вот тогда бы вот эти ручки, они бы превратились в открытые какие-то жесты. Когда я объясняю. И уже не нужно было бы думать об этом. Нашёл бы основную позу какой-то оратора. Откуда начинать? Откуда начинать? Сегодня поговорим об этом более подробно. Об основной позе. Перепаш, спасибо большое. Садитесь.